Сегодня мы поговорим о Азимпик с рекомендациями врача-эндокринолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете увидеть весь контент, который выходит и который по тем или иным причинам не может быть опубликован на канале. Ну тогда начнём. Каким же стал популярным Азимпик за последние годы? Хотя знаем мы эту группу препаратов уже давно. Начиналось всё с баяты, вектозы, трулисити, но именно семаглутит. Азимпик оказался наиболее удобным и в использовании. Инъекции один раз в неделю легче переносится и дал хорошие результаты не только в компенсации сахарного диабета и снижении веса, но и показал хорошие кардиопротективные эффекты. Это факт. Но давайте подробнее. Как работают агонисты рецептора глюкогенподобного пептида? ГПП-1. Начнём с того, что ГПП-1 – это гормон, который вырабатывается в кишечнике в ответ на приём пищи, который способствует выработке инсулина в поджелудочной железе и нормализации уровня глюкозы. И эта группа препаратов как раз связывается с данным рецептором, оказывая сахароснижающий эффект, нормализуется чувствительность к инсулину и лептину. Кроме этого, подавляется избыточная выработка глюкогона, замедляется опорожнение кишечника, тем самым идёт снижение аппетита и снижение веса. Кроме этого, у последних представителей этой группы имеется влияние на головной мозг на центр голода. Быстрее приходит сигнал, что человек наелся и меньше вырабатывается дофамина, гормона удовольствия на еду, что очень актуально для людей, страдающих различными видами нарушения пищевого поведения. Когда еда – это мощный источник положительных эмоций. На сегодняшний день агонисты ГПП-1 считаются приоритетными препаратами для пациентов с диабетом второго типа и высокими сердечно-сосудистыми рисками. Ишемическая болезнь сердца. Хроническая сердечная недостаточность. У таких пациентов значимо улучшаются прогнозы на выживание и снижается вероятность развития инфарктов и инсультов. Нормализуется холестерин, артериальное давление. Так что не только эндокринологи, но и кардиологи взяли на вооружение эту группу. Заинтересовались и гастроэнтерологи эффектами агонистов ГПП-1. На фоне терапии наблюдается уменьшение висцерального жира и обратное развитие жирового гепатоза. На сегодня, пожалуй, это единственная группа препаратов, которая дает значимый эффект. Конечно, есть и противопоказания. Гиперчувствительность к семаглутиду или любому из вспомогательных веществ препарата. Медулярный рак щитовидной железы в анамнезе, в том числе в семейном. Множественная эндокринная неоплазия второго типа. Сахарный диабет первого типа. Диабетический китоцидоз. Противопоказано применение препарата Азимпик у следующих групп пациентов и при следующих состояниях соливаниях в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности и деограниченным опытом применения. Беременность и период грудного вскармливания. Возраст до 18 лет. Печеночная недостаточность тяжелой степени. Терминальная стадия почечной недостаточности. Клиренс креатинина менее 15 мл в минуту. Хроническая сердечная недостаточность четвертого функционального класса. В соответствии с классификацией Нью-Йоркской кардиологической ассоциации. Побочные эффекты. Первое. Желудочно-кишечное расстройство. Тошнота. Изжога. Вздутие. Запоры. Диарея. Обострение хронического холецистита. Панкреатита. Поэтому часто на период адаптации могут потребоваться дополнительные препараты. Желчегонные. Ферменты. Регуляторы, моторики и так далее. Второе. Подавленное настроение. Тревожность. Такой побочный эффект может быть у людей предрасположенных и имеющих какие-то расстройства психики. Надо поставить в известность лечащего доктора. В любом случае, я за то, чтобы препарат назначался только лечащим врачом, так как есть свои нюансы. Кстати, вы знали, что в конце года появились российские аналоги Аземпик, Симавик и Квинсента? У кого из зрителей был опыт применения? Напишите в комментариях. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту вовремя и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!